Краткое содержание «Горе от ума». Александру Сергеевичу Грибоедову «Горе от ума» принесло всемирную славу. В этой комедии в сатирическом ключе представлены нравы московского дворянства XIX века. Основной конфликт разгорается между Чацким, представителем нового поколения дворян, и обществом Фамусова, в котором принято ценить не человека, а его чин и деньги. Кроме того, в пьесе есть и любовный конфликт, участниками которого являются три персонажа – Софья, Чацкий и Молчалин. Эти сюжетные линии тесно переплетены и вытекают одна из другой. Краткое содержание «Горе от ума» по действиям поможет более детально разобраться в проблематике пьесы. Итак, действие 1. Первое действие пьесы «Горе от ума» начинается со сцены, где Лизонька, служанка в доме Фамусовых, просыпается в креслах с жалобами на то, что плохо спала. Причина в том, что ее хозяйка Софья принимала у себя друга – Молчалина. Лиза должна была проследить, чтобы встреча их осталась в тайне от остальных домочадцев. Лиза стучится к Софье в комнату, откуда раздаются звуки флейты и фортепиано и сообщает молодой хозяйке, что наступило утро и пора бы прощаться с Молчалином, чтобы не быть застегнутой отцом. Чтобы ускорить процесс прощания влюбленных, Лиза переводит часы. Они начинают бить. Фамусов, отец Софьи, застает Лизу за этим занятием. В процессе разговора Фамусов явно заигрывает со служанкой. Их беседу прерывает голос Софьи, которая зовет Лизу. Фамусов поспешно удаляется. Лиза начинает упрекать Софью в неосторожности. Софья прощается с Молчалином. В двери появляется Фамусов. Он интересуется, зачем его секретарь Молчалин оказался здесь так рано. Молчалин утверждает, что он возвращался с прогулки и зашел к Софье только что. Фамусов гневно отчитывает дочь за то, что застал ее с молодым мужчиной. Лиза рекомендует Софье быть осторожнее и поостеречься недобрых слухов. Но Софья их не боится. Однако Лиза полагает, что у Софьи молчально нет будущего. Ведь Фамусов не допустит брака своей дочери с небогатым и незнатным человеком. Самая выгодная партия для Софьи, по мнению отца, это полковник Скалозу, который имеет и чины, и деньги. Софья отвечает, что лучше утопиться, чем выйти замуж за Скалозуба. Ведь от ночи глуп. В разговоре об уме и глупости Лиза вспоминает была история юношеской нежной любви Софьи и Александра Андреевича Чацкого, который отличался и веселостью, и незаурядным умом. Но это дело давно минувших лет. Софья считает, что это нельзя было бы считать любовью. Они просто росли вместе с Чацким. Между ними была бы только детская дружба. В дверях появляется слуга и докладывает Софье, что приехал Чацкий. Чацкий обрадован встрече с Софьей, но удивлен холодному приему. Софья уверяет его, что рада встрече. Чацкий начинает вспоминать былые годы. Софья называет их взаимоотношения ребячеством. Чацкий интересует, не влюблена ли Софья в кого-нибудь, ведь она так смущена. Но девушка говорит, что смущена от вопросов и взглядов Чацкого. В разговоре с Фамусовым Чацкий восхищается Софьей. Говорит, что подобных ей не встречал нигде и никогда. Фамусов опасается, как бы Чацкий не посватался к его дочери. После ухода Чацкого Фамусов остается в раздумьях о том, кто же из двух молодых людей занимает сердце Софьи. Действие 2. Во втором явлении второго действия Чацкий интересуется у Фамусова, что бы тот ответил, если бы он посватался к Софье. Отец возлюбленный Чацкого говорит, что неплохо было бы послужить государству и получить высокий чин. Чацкий произносит знаменитую фразу «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Тогда Фамусов называет Чацкого гордецом и приводит пример своего дядю Максима Петровича, который служил при дворе и был очень богатым человеком. А все благодаря тому, что умел подслужиться. Однажды на приеме у Катерины Второй он оступился и упал. Императрица засмеялась. Вызвав ее улыбку, он решил повторить свое падение еще дважды, но уже специально, доставив тем самым удовольствие императрицы. Зато, благодаря своему умению обернуть такой казус себе во благо, он был в почете. Умение прислуживать Фамусов считает очень важным для достижения высокого положения в обществе. Чацкий произносит монолог, в котором сравнивает век нынешний и век минувший. Он обвиняет поколения Фамусов в том, что они судят человека по чинам и деньгам и называют то время веком покорности и страха. Чацкий не желал бы быть шутом даже перед самим государем. Он предпочитает служить делу, а не лицам. Тем временем в гости к Фамусову приезжает полковник Скалозуб, чему очень обрадован Фамусов. Он остерегает Чацкого от высказывания при нем вольных мыслей. Разговор Фамусова и Скалозуба касается двоюродного брата полковника, который получил благодаря Скалозубу множество преимуществ по службе. Однако он накануне получения высокого чина внезапно оставил службу и уехал в деревню, где стал вести размеренную жизнь и читать книги. Скалозуб говорит об этом со злой усмешкой. Такой образ жизни неприемлем для Фамусского общества. Фамусов возвещен Скалозубом потому, что он уже давно полковник, хотя служит совсем недавно. Мечтает Скалозуб о генеральском чине, причем хочет его не заслужить, а достать. Фамусов интересуется, не собирается ли Скалозуб жениться. В разговор вступает Чацкий. Фамусов осуждает его свободомыслие и нежелание служить. Чацкий отвечает монологом о том, что не Фамусову его осудить. По мнению Чацкого, в обществе Фамусов нет образцов для подражания. Представители Фамусского поколения презирают свободу, их суждения устарели. Их нравы чужды Чацкому. Перед этим обществом он не будет склонять голову. Чацкий возмущен тем, что в свете все опасаются людей, которые занимаются науками или искусством, а не получением чинов. Лишь мундир прикрывает отсутствие нравственности и ума в Фамусовском обществе. Прибегает Софья, напуганная тем, что молчалин разбился, упав с лошади, и падает в обморок. Пока Лиза пытается привести девушку в чувство, Чацкий в окно видит здорового молчалина и понимает, что Софья напрасно переживала за него. Софья, очнувшись, спрашивает о молчалине. Чацкий отвечает холодно, что с тем все в порядке. Софья обвиняет его в равнодушии. Чацкий, наконец, понимает, кем занято сердце Софьи, ведь она так неосторожно выдала свое трепетное отношение к молчалину. Молчалин упрекает Софью в том, что она слишком откровенно выражает свои чувства. Софью не волнует чужое мнение. Молчалин же опасается слухов. Он труслив. Лиза рекомендует Софье пококечить Чацким, чтобы отвести подозрения молчалина. Наедине с Лизой молчалин откровенно заигрывает с ней, делает ей комплименты, предлагает подарки. Действие 3. В начале третьего действия Чацкий пытается выяснить у Софьи, кто ей мил, молчалин или скалозоб. Софья уходит от ответа. Чацкий говорит, что он без ума, от любви к ней. В разговоре выясняется, что Софья ценит молчалина за короткий нрав, скромность, тихость, но прямого заявления о своей влюбленности в него опять избегает. Вечером в доме Фамасовым намечается бал. Слуги поспешно готовятся к встрече гостей. Съезжаются гости. Среди них князь Тугоуховский с женой и шестью дочерьми, графиня Хрюмины, бабушка и внучка, Загорецкий, картежник, мастер всем услужит, Хлестова, тетка Софья. Все это влиятельные в Москве люди. Молчалин опускается до того, что нахваливает глазковую шерстку шпица Хлестовой, чтобы добиться ее расположения. Чацкий это приметил и посмеялся над услуживостью Молчалину. Софья размышляет о гордости и злости Чацкого. В разговоре с неким господином Н. она незначай говорит, что Чацкий не в своем уме. Весть о сумасшествии Чацкого распространяется среди гостей. При появлении Чацкого все пятятся от него, и Фамусов тут же подмечает в нем признаки безумия. Чацкий говорит, что его душу переполняет горе, он чувствует себя неуютно среди этих людей, он недоволен Москвой. Его возмутила встреча в соседней комнате с французом, который, собираясь в Россию, боялся, что попадет в страну варваров, страшился уехать. А здесь его встретили с лаской, он не услышал русской речи, но увидел русских лиц. Он будто бы оказался на родине. Чацкий осуждает за силе всего иностранного в России. Ему противно, что все преклоняются перед Францией и подражают французам. Пока Чацкий заканчивал свою речь, все гости разошлись от него, закружились в вальсе и отошли к карточным столам. Действие четвертое. В четвертом действии бал заканчивается, и гости начинают разъезжаться. Чацкий торопит лакей, чтобы быстрее подавали карету. Этот день развеял его мечты и надежды. Он размышляет, почему все считают его сумасшедшим, кто пустил этот слух, который все подхватили, знает ли об этом Софья. Чацкий не догадывается, что именно Софья первой заявила о его сумасшествии. При появлении Софьи Чацкий прячется за колонну и становится невольным свидетелем разговора Лизы с Молчалином. Выясняется, что Молчалин не только не собирается брать в жены Софью, но и не испытывает никаких к ней чувств. Служанка Лиза ему куда милее, он об этом ей прямо заявляет. Зачем? Она не ты. Он угождает Софьи лишь потому, что она дочь Фамусова, у которого он служит. Софья случайно слышит этот разговор. Молчалин бросается на колени и просит прощения, но Софья отталкивает его и приказывает покинуть дом к утру, иначе она все расскажет отцу. Появляется Чацкий, укоряет Софью в том, что ради Молчалина она придала их любовь. Софья заявляет, что и подумать не могла, как Молчалин окажется таким подлецом. Прибегает Фамусов с толпой слуг со свечами. Он не ожидал увидеть дочь с Чацким, ведь она сама его безумным называла. Теперь Чацкий понимает, кто пустил слуг о его сумасшествии. Фамусов негодует, ругает слуг за то, что не доглядели за дочери. Лизу отправляют в избу, за птицами ходить, а саму Софью грозится отправить в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Чацкий произносит свой последний монолог о том, что его надежды не оправдались. Он спешил к Софье и мечтал обрести с ней свое счастье. Винит ее в том, что отдала ему ложную надежду и не сказала прямо, что ее детская влюбленность для нее ничего не значит. А он только этими чувствами и жил все три года. Но теперь он не сожалеет о разрыве. В фамусовском обществе ему не место. Он собирается покинуть Москву навсегда. После отъезда Чацкого, Фамусова беспокоит только одно, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна. Заключение. Комедия «Горе от ума» стала знаковой в истории русской культуры и литературы. В ней представлены вопросы, волновавшие общество после войны 1812 года. Показан раскол, наметившийся в дворянской среде. Краткий пересказ «Горе от ума» позволяет представить широту тематики и проблематики этого произведения и особенности раскрытия сюжетных линий. Однако он не передает языкового богатства комедии, которая славится своим обилием выражений, ставшими крылатами. Рекомендуем вам прочитать «Горе от ума» Грибоедова в полном объеме. Спасибо.